Рассмотрим с вами текст, который записан в послании апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, с 6 по 7 текст. В синодальном переводе этот текст звучит так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек». Чтобы нам было более удобно исследовать данный текст, я сделал определенную выборку из оригинального текста на древнегреческом языке. Древнегреческий текст находится сверху и выделен синим цветом. Снизу представлен буквальный перевод каждого слова, который был сверен по разным древнегреческим словарям. Некоторые древнегреческие слова имеют несколько эквивалентов перевода на русский язык, то есть несколько значений. По своему усмотрению, для некоторых, на мой взгляд, важных древнегреческих слов я привел несколько эквивалентов перевода, которые в форме Бога, существуя или находясь, не хищением считал быть равным Богу, но самого себя сделал счет. Форму раба получил, в подобие людей родившись и видом найден как человек. Прежде чем мы с вами начнем рассуждать над значением данного текста, я хотел бы обратить ваше внимание на ключевое слово в этом тексте. Это древнегреческое слово морфе, которое я здесь обозначил как форма, образ. Давайте рассмотрим более подробнее значение данного слова. Согласно данных словаря-указателя Цыганкова, данное слово морфе есть существительное женского рода и имеет значение как вид, форма, облик, образ, наружность и имеет переносное значение как природа. Данное слово в древнегреческом языке также имеет и глагольную форму как морфо, которое переводится как «предавать форму, принимать образ». Следует отметить очень важный момент, что слово морфе означает форма, то есть внешнее выражение. Но эта форма воплощает также и внутреннюю сущность. Так что форма находится в полной гармонии с внутренней сущностью. Для более лучшего понимания давайте рассмотрим такой пример. Вот перед нами гусеница. Что означает морфе гусеницы, то есть форма гусеницы, согласно древнегреческого языка? Морфе гусеницы означает в первую очередь это ее внешность, то есть мы видим здесь ее внешнее проявление, но также означает и внутреннее строение ее, внутреннюю субстанцию, ее сущность. То есть морфе гусеницы это ее природа, внешнее ее проявление и внутреннее содержание ее. Это не изображение, не облик, это полноценная природа этой гусеницы. В подтверждении своих слов хочу обратить ваше внимание на греческое слово метаморфосис. Данное слово происходит от двух слов. От предлога мета и морфе. Мета через форму. Метаморфосис означает превращение или преобразование формы. Изменение одной формы в другую форму. Данная гусеница, имея морфе, форму гусеницы, через метаморфосис принимает форму бабочки, морфе бабочки. То есть меняется форма, меняется сущность, меняется природа в данном случае. Происходит метаморфосис. Давайте теперь вернемся к нашему тексту и посмотрим на значение этого текста. Который, то есть Иисус, в морфе Тео, в форме Бога существуя. И стих седьмой, посмотрите. Но самого себя сделал счетным. Форму раба получил. Морфен Дулу. Рассмотрим более подробнее значение этих двух конструкций. «Эн морфе Тео у парксон» – «в форме Бога существуя». Что означает данное выражение? Что значит «морфе Тео» в форме Бога? Это означает, что Он, Сын Божий, имел все аспекты Божьего естества. Морфе Тео, форма Бога, имеет следующие аспекты. В первую очередь, Он есть Дух, не плоть. «Самодостаточен, бесконечен, вечен, праведен, мудрый, неизменный, всемогущий, вездесущий, всеведущий, превосходит материальный мир и ограничение времени и пространства». Другими словами, Сын Божий имел природу Бога. Следующая конструкция – это морфен Дулу Лабон, форму раба принял, то есть форму человека принял. Он принял все аспекты человеческого естества. Он имеет физическое тело, способность мыслить, чувствовать как человек, проявлять эмоции, познавать физический мир, испытывать голод, жажду, холод, испытывать физическую смерть, физическую боль и многие другие тоже аспекты. Другими словами, Он имел полноценное, настоящее человеческое естество. Он его принял. И в то же время, Он имел полноценное естество Бога. Давайте теперь вернемся к нашему тексту и посмотрим полностью значение этого текста. Вторая часть шестого текста. «Нехищением считал быть равным Богу». Он считал, он знал, что он равен Богу. И он не считал, что это какое-то воровство, присвоение чего-то того, что ему не должно принадлежать. Почему он так считал? Ответ мы находим с вами в первой части текста шестого. Потому что в форме Бога существуя. То есть он существовал в форме Бога. Имел все аспекты Божьей природы. Имел эту Божью природу. Поэтому он не считал за воровство быть равным Богу. Далее, текст седьмой. «Форму раба получил». Что это значит? Как он ее получил? Вторая часть этого текста, под номером 2, нам это говорит. «В подобие людей родившись». То есть он родился человеком. И дальше. «И видом найден как человек». Он выглядел как человек. Он стал настоящим человеком. Текст под номером 3 говорит, что он самого себя сделал тщетным. Другими словами, существуя в форме Бога, он сам себя, так сказать, унизил до формы раба, формы человека. В этом процессе он лично сам принимал определенное участие. Итак, по данному тексту давайте подведем следующий итог. Он в форме Бога, существуя. Это значит, что он по природе, по естеству, он равен Богу. И он принял форму раба. То есть принял форму человека. Это значит, он стал по своему естеству, которое он принял, равен человеку. Появляется здесь такое вот равенство из этого текста. Интересен тот факт, что апостол Иоанн в своем Евангелии подобную мысль тоже утверждает и произносит. Примерно такую же проводит параллель. Давайте посмотрим сейчас и сопоставим с посланием филиппийцев апостола Павла. Вот два текста из первой главы Евангелия Туана, где апостол Иоанн говорит, первая глава, первый текст. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово». И второй текст этой же главы, 14 стих. «И Слово плотью родилось и поселилось у нас». Или же, как в синодальном переводе, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Обратите внимание, очень интересная параллель проходит. Филиппийцам 2,6. «В форме Бога существуя». И Ивангелия Туана, первая глава, первый текст. «И Бог было Слово». То есть Слово было Богом и существует в форме Бога. Вторая параллель филиппийцам 2,7. «В форму раба принял». Ивангелия Туана, первая глава, 14 текст. «И Слово плотью родилось», принял в форму раба, то есть принял в форму человека, морфе человека. «И Слово плотью родилось», слово родилось человеком. Апостол Иоанн и апостол Павел, они созвучны в своих посланиях и высказывают одну и ту же мысль, одинаковую мысль по своей сущности. Только немножко разными словами говорят об этом. Но смысл один и тот же. «И Слово плотью родилось»